В эфире программа Точки над И. Здравствуйте. На главных событиях недели, каким их увидели наши корреспонденты. Обещал крышу, но не над головой, а в бизнесе. Торецкий теперь уже экс-прокурор Игорь Сурков задержан при получении незаконного вознаграждения. Реальные очертания. В областном правительстве впервые представили концепцию проекта стадиона к Чемпионату мира по футболу. Город не на Волге, а на канализации. Рвется там, где тонко. Наши корреспонденты искали, куда стекаются продукты жизнедеятельности в Жигулевске. Торецкая прокуратура на этой неделе прогремела на всю Россию, причем предстала далеко не в самом красивом свете. 9 апреля с поличным задержан прокурор Тольятти по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Игорь Сурков. На сегодняшний день он уже в статусе экс, уволили. По версии следствия, его ведет Москва. Сурков и его коллега из Ленинградской области Анатолий Козлов ввели в заблуждение консультанта-советника генерального директора ЗАО «Невский технологический завод». Обещали общее покровительство. В итоге похитили у питерцев более 20 миллионов рублей, 30% акций, а также присвоили жилой дом в Ленинградской области. Жилье элитное, его стоимость не менее 20 миллионов рублей. Сурков был задержан в момент передачи 5 миллионов и сразу доставлен в Москву. Дома подозреваемых силовики провели обыски и нашли немалые суммы, в том числе в иностранной валюте, огнестрельное оружие, ювелирные украшения и документы, цитата, подтверждающие причастность задержанных к совершенному преступлению. Пока в Следственном комитете России дело не комментируют и обещают что-либо рассказать лишь после майских праздников. Как нюанс, Игорь Сурков еще до этого скандала в одном из интервью интернет-изданию сказал такую фразу «Обрать не в погонах, наказывать надо жестче». Интересно, повторит ли он это следователям сейчас. Они также ждут своей дальнейшей участи. Суд оставил под стражей еще на месяц экс-зам руководителя Департамента управления имуществом администрации Самары Вадима Кужилина, бывшего начальника управления по распределению жилья Романа Любицкого и сотрудника полиции Ярослава Егорова. Напомню, они подозреваются в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, задержанные оформляли на нуждающихся в социальном жилье квартиры, а затем их продавали и делили деньги. В ходе расследования установлено, что, находясь на свободе, данные лица могут скрыться от следствия суда и иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. В ходе судебного рассмотрения суд также пришел к выводу о том, что оснований для отмены данных мер пресечения, либо изменения их на более мягкую, не имеется, в связи с чем срок содержания под стражей. Срок ареста теперь истекает 7 мая. Не исключено, что до этого времени следователи соберут достаточную доказательную базу. Сейчас в деле несколько десятков эпизодов. И еще одно скандальное дело. Впрочем, их сейчас немало. Видимо, помог наказ губернатора бороться с коррупцией. Если раньше была тишина, то сейчас много фамилий на слуху. Так, Евгений Реймер стал одной из самых популярных медиаперсон, сам того не желая, конечно. Уже на следующей неделе уголовное дело передадут в суд. Экс-руководителя Департамента благоустройства администрации Самары обвиняют в получении взятки и халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Ознакомление с материалами дела Реймер закончила, а значит заседание суда не за горами. Посмотрим, чем закончится первое в Самаре столь скандальное дело. Каждый рубль, потраченный на ремонт дорог в Самаре, будет на счету. Тема «Ям» уже как сериал из программы в программу. О том, что асфальт тает, снова говорит смысла нет. Как стрясать воздух. Лучше о деньгах. На этой неделе губернатор Николай Меркушкин предложил выделить в Самаре дополнительные субсидии на проектирование капремонт дорог. Эта сумма может составить до 500 миллионов рублей. Решение о выделении денег будет принято после того, как городская администрация представит соответствующие документы. Николай Меркушкин поручил Дмитрию Азарову сделать это как можно скорее. Раскачиваться некогда. На ремонт предварительно могут рассчитывать участки дорог, которые вы видите на экране. Самый протяженный участок, который планируется привести в божеский вид, более 6 километров. Это улица Старозагора, отрезок от Советской армии до Алматинской. Стоимость ремонта 152 миллиона рублей. Отмечу, что всего в этом году могут быть дополнительно отремонтированы 18,5 километров городских дорог. Напомню также, что уже выделена на Самару из областного бюджета беспрецедентная сумма в 1 миллиард рублей. На этой же неделе распределили более 2 миллиардов рублей Дорожного фонда региона. Кроме Самары, финансовые вливания ожидаются в 10 городов и практически во все муниципальные районы. Тольятти из этих более чем 2 миллиардов получит на ремонт дорог более 530 миллионов рублей и почти 240 миллионов на внутридворовые проезды. В Сызрани отремонтируют асфальт более чем на 165 миллионов, Новокубишевск получит 70 миллионов рублей. По другим городам и районам области финансовая поддержка на дороге от 10 до 33 миллионов рублей. Магистраль Центральная снова в центре. На эту неделю стало известно, она все же будет одноуровневой. Региональное правительство отказалось от эстакадного варианта. Напомню, на прошлой неделе стало известно о возрождении проекта, которого самарцы ждали 60-х годов. Естественно, в современном виде. Напомню, что тогда губернатору представили два варианта развития улицы. Первый предусматривал создание магистрали непрерывного движения с двухуровневыми развязками, а второй с регулируемым движением и выделенными полосами для общественного транспорта. На рабочем совещании, которое провел губернатор Николай Меркушкин, расставили точки над «и». Центральная будет одноуровневой, но с возможностью в перспективе, если будет нужно, дополнительных развязок и эстакад. Организуют движение для личного транспорта, а это возможность буквально в течение нескольких минут проехать город насквозь. Речь идет о том, что в данном случае мы же обеспечиваем полностью условия для общественного транспорта. Полностью. И параллельно пытаемся решить проблему, раз позволяет ширина коридора, позволяющая ширина коридора, параллельно решаем, вместо шести полосок может быть, сделать четырех полоску. Четырех полоску. Для того, чтобы можно было людям, которые на машине, не мешая этим двум, переброситься в течение 10-15 минут из одного конца города в другой. Отмечу, что часть магистрали «Центральная» построят к 2018-му, к Чемпионату мира по футболу. Что касается финансов, то по предварительным подсчетам из федерального и областного бюджетов на это потребуется 24 миллиарда рублей. Проект предполагает подготовку участка проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы Самары с продолжением в узком районе. Но губернатор Николай Меркушкин отметил, что по предварительным оценкам стоимость первой очереди «Центральной» должна снизиться минимум в два раза. Потому что сумма в 24 миллиарда – это даже несопоставимо с кольцевой дорогой в Москве. По поводу Чемпионата мира на этой неделе раскрылась еще одна интрига. Впервые в правительстве региона представили концепцию проекта стадиона. Напомню, арену построят на территории радиоцентра. Она будет масштабной, сопутствующей инфраструктурой займет примерно 27 гектаров. Это в том числе и с парковками, с вертолетной площадкой, бульварами и различными проездами. О том, какой будет арена, Ольга Павловская. Вариант не окончательный, пока это эскиз проекта. Расширенное совещание для того, чтобы успеть внести коррективы до 22 апреля. Проектировщики представили несколько вариантов будущего стадиона. Важно было определить ключевые моменты. В первом, по крайней мере, приближении нам состыковать позиции, понимать, что предлагается. Можно будет сразу высказать какие-то пожелания с учетом заинтересованности многих людей, жителей города Самары. Поучаствовать, или, по крайней мере, неравнодушных людей, где будет стадион, каким он будет. Архитекторы из России и Германии предлагают Самаре двухъярусный 45-тысячник по всем требованиям ФИФА. Прямоугольная структура трибун, по их мнению, самое оптимальное решение. Это не только сэкономит деньги, но и позволит максимально приблизить зрителей к полю. 190 метров, 4 радиуса из каждого угла поля. Мы видим, что все зрительские места, все 45 тысяч зрителей находятся у нас в пределах комфортной видимости под требованиям ФИФА. Поле открытое, все трибуны под козырьком. Это также обязательное требование ФИФА. Зрители должны быть защищены от непогоды. Мы выходим даже дальше, чем первый ряд, да? Да, можно организовать это, чтобы закрыть. Ну, здесь показано около 8-9 метров, значит, с тем, чтобы закрыть максимально при косом дожде. В целом, вся презентация проходит в режиме обсуждения, какой стадион будет оптимален для Самары. Максимальное количество зрителей предлагают разместить на западной и восточных трибунах. Они более удобны для просмотра футбола. Уже в ходе встречи решают отказаться от сборных трибун. Ранее они планировались на верхних ярусах севера и юга. Опыт, например, других чемпионатов мира, в частности, которые наши коллеги проектировали и для Германии, и для Бразилии, и для ЮАР. Там, в общем, вот эта разборка части зрительских мест, она не повлекла, то есть не смогли использовать полноценно и эффективно освободившееся пространство. На первом ярусе планируется 21 ряд, на втором не больше 40. Николай Меркушкин предложил проектировщикам предусмотреть четкое распределение этих зон. Это смотрелось бы более выигрышно. Концепция проекта будет скорректирована с учетом всех озвученных на совещании пожеланий. Уже известно, что на территории также будет располагаться экстрим-парк, крытый каток, гостиницы, велотрек. Не в обиде будут и другие виды спорта. Как минимум 12 ледовых площадок должно быть в Самаре. Строительство катков Николай Меркушкин обсудил с легендарным хоккеистом Владиславом Третьяком. Турнир на призы известного советского вратаря сейчас проходит во дворце спорта ЦСК ВВС. Кстати, о будущем этой арены глава региона также говорил с гостем. Или его капитально ремонтировать, или его сносить и делать абсолютно много. Ему надо сказать спасибо и снести его, и подстроить уже нормально. Потому что, я думаю, снести его легче будет, чем его рекоментировать. Почему? Потому что надо все мне менять. Уже и труб был. Он уже устарел. Не исключено, что новая арена будет многоуровневой. Это позволяет сделать рельеф места. То есть, на нижнем этаже тренировочный каток, на верхнем уже основной лед. Стадион, по мнению губернатора, должен вмещать 10 тысяч зрителей. Я лично, когда узнал, что вы здесь будете, я сразу понял, что все. И со спортом будет там понятно. Частое слово. Я знаю. Тем более, вот министр тоже спортивный человек. Без вопрос теперь. Когда начнем? Сейчас на МТЛ-арену срочно мы будем, на МТЛ-арену, срочно буквально надо начать, на МТЛ-арену построить лед. И там еще... Игровой зал. Игровой зал. Ну, универсальный. Срочно. Также лед планируют открыть на территории бывшего ипподрома. В спорткомплексе будет располагаться каток и бассейн. В принципе, сейчас подобное совмещение не редкость. История, которая дурно пахнет, в прямом смысле слова, уже больше года разворачивается в Жигулевске. Город не на Волге, а на канализации. Сети изношены более чем на 90%, но это полбеды. Экологи говорят, 70% сточных вод попадает в Волгу без очистки. Где и куда текут ручьи и деньги. Смотрим. Теряет славу города на Волге и приобретает репутацию дурно пахнущую. Жигулевск, улица Марквашинская, ручьи конденсационных стоков превращаются в поток, бурный и непредсказуемый. Сейчас мы видим, уменьшилось. Но это завтра может быть опять увеличится. Здесь все совершенно непредсказуемо. В собственных отходах Жигулевск захлебывается вот уже около трех лет, говорят экологи. Причем где забьет очередной фонтан, предсказать практически невозможно. Износ конденсационных сетей в городе более 90%. Буквально в нескольких метрах очередная зловонная речка прямо перед входом на завод. Лучшее начало трудового дня. Вот здесь ходят десятки, сотни людей. Вот они идут на работу, с работы, и вот они через это. Они уже привыкли. Люди смирились. Это ужасно. Дальше еще интереснее. Речки Вонючки стекаются в одну большую и красивую Волгу. Все, что в этом городе, на лужах, машины, мойки и так далее, в любом случае все сливается в Волгу. Чьи зачистные только, если они качественные работы, но если они реально за эти пять лет не реставрированы и так далее, и так далее, ну о чем мы говорим? Еще два года назад эксперты привели замеры и ужаснулись. Уровень допустимой. Норма содержания бактерий превышен в 60 тысяч раз, при норме в 500 раз. Это в тех местах, где кондиционные стоки сбрасываются в Волгу, говорит местный эколог Владимир Соловьев. В прошлое лето, в купальный сезон, здесь были люди, они купались. Кстати говоря, не были предупреждены о том, что это опасно, а выше по течению, на ГЭСе, там прямо непосредственно, вот сразу же нет же ГЭСа. Проезжая по плотине, можно было видеть бурлящий поток, который сваливался в Волгу. С новой силой страсти забурлили здесь больше года назад. Все это время шел судебный процесс. Экологи общественной организации города против местной администрации и управляющих компаний. Мэрию Жигулевска суд уже обязал привести в божеский вид центральную, она находится на территории стадиона «Кристалл», и три районных насосных станции. А дело вот в чем. Например, на центральной из пяти насосов в рабочем состоянии только два. Если брать в совокупности, то через центральную насосную станцию и районные очистки подвергаются только 30% отходов. Все остальное, как ни сложно подсчитать, 70% поступает в Жигулевское водохранилище без очистки. В настоящий момент мы будем предпринимать все законные методы о том, чтобы принудить как и МУПРИСУЦНОО БОЖЕНИИ, так и администрацию городского угрожения и ГУЛЬСКО. Выполнять свои обязанности и ликвидировать как минимум те аварии, которые у нас есть на поверхности. А потом принимать все меры, чтобы МУПРИСУЦНОО БОЖЕНИИ и администрация городского угрожения и ГУЛЬСКО реконструировала кондиционную систему городского угрожения. На одном суде дело не закончилось. Мэрия Жигулевска оспаривала решение местного суда уже в областном, но и там апелляционную жалобу не удовлетворили. Вердикт повторный, придется работать и обеспечить муниципалитет технически исправной системой водоотведения. В мэрии кивают на историю. В ветхое состояние канализационные сети стали приходить в 2007-м. Тогда катастрофически не хватало финансирования. Возникли острые проблемы финансирования всех направлений деятельности тогдашнего жилкомхоза. У них было все кроме электричества, тепло, вода, водоотведения. Все было там. И водоотведение как раз таки, оно пользовалось таким остаточным принципом. И это правда. Продолжим изучать историю. Областную целевую программу социально-экономического развития Жигулевска приняли в 2010-м. В общей сложности на ремонт и реконструкцию сетей до 2015 года город должен получить около миллиарда рублей. Приводят цифры здесь же, в администрации. Говорят, областные деньги в первые два года потратили на систему водоотведения. Она тоже была изношена практически полностью. И только сейчас добрались до канализации. Тут в разговор вступают коммунальщики. Представители муниципального предприятия ресурсоснабжения ссылаются на своих предшественников. Вроде как те неэффективно работали. Если вот в момент, когда эксплуатирующая организация была коммунистическая, да, ну там ТЭКСа, у них, они отчитывались в Думе однажды, что они в год промыли 500 метров самосечных канализационных коллекторов, да, каких-то труб. У нас получилось, вот я нисколько не преувеличу, с октября по декабрь мы промыли больше километра. И вы знаете, это не предел. Справедливости ради. На улице Марквашинской место порыва все же нашли. Спустя пару дней после первого визита нашей съемочной группы в Жигулевск мы все же увидели, как аварию устраняют. Но, по мнению экологов, это лишь капля в море. И вопрос, куда утекли бюджетные деньги, по их мнению, повод для проверки. Где эти средства? Где они воплощены? Во что? Куда? Необходим жесткий контроль, необходима жесткая ответственность, необходимо комплексное обследование этого города. Инициативные жигулевцы, говорят, уже написали обращение к губернатору. Предлагают создать чрезвычайную комиссию, которая должна помочь разобраться, как теперь выплывать из всей этой истории. На вес золота на эти специалистов компании объявляют буквально настоящую охоту. Лучших разработчиков софта на этой неделе выбирали в Тольятти. Там прошел финал Всероссийской олимпиады IT-планета. Те, кто там засветится, могут рассчитывать в том числе на работу за рубежом. Но нам самим нужны такие кадры. В технопарке «Жигулевская долина» в особой экономической зоне составили базу данных резюме потенциальных сотрудников. Уже сейчас требуется около 4000 квалифицированных специалистов. Дефицит есть, в том числе и в IT-сфере. Подробности в нашем материале. То, что в России продукты интеллектуального труда большим спросом не пользуются, упрямо говорит статистика. На покупку программного обеспечения у нас на душу населения расходуется финансов в 20 раз меньше, чем в Америке. Аналитики отмечают, если в 2012 году на IT-технологии России потратила 26 миллиардов долларов, то в 2015 предполагается 43. И это хороший темп роста. Было бы кому его наращивать. За квалифицированными кадрами идет настоящая охота. Бои за специалистов разворачиваются, к примеру, вот на таких конкурсах. Финал Всероссийской Олимпиады «Айти-планета». В него из 5000 участников жесткий отбор прошли 150. Как минимум интересно вообще съездить, посмотреть это все. Ну, во-вторых, как-то для, возможно, для работы, для будущего карьера как-то это скажется такой плюс. В общем, один большой плюс. Правда, молодых и талантливых распознать как можно раньше сейчас пытаются все ведущие компании. И тут задача региона – не допустить утечку мозгов. Нам принципиально важно, чтобы было понятно, что IT для Самарской области, и для правительства, и для промышленности, и вообще для бизнеса Самарской области – очень важное направление. Очень много студентов, у нас ребят после окончания вуза уезжают в Москву и Питер. Говорят, что там интереснее, там жизнь кипит. На самом деле здесь очень много и мероприятий, и больших проектов. Во-первых, географические рамки формальны. У большинства самарских IT-компаний есть либо филиалы за рубежом, либо партнеры. Во-вторых, есть где развернуться и в Самарском регионе. В Жигулевской долине и особой экономической зоне сосредотачиваются представительства ведущих мировых компаний. И IT-специалисты нужны в огромном количестве, причем во всех сегментах рынка – машиностроение, нефтедобыча, даже медицина. Пришлось разбираться во всем, изучать новые термины, выговаривать слова вроде лапароскопической колесостектомии. Николаю как раз пришлось осваивать медицинские термины, но это того стоило. Его студенты без опыта работы, но со знаниями в области информатики, 3D-графики и физики, взяли в команду по разработке медицинского симулятора – одного из ключевых проектов престижной самарской IT-компании. Новые технологии надо в любом случае внедрять, потому что от технологий вращается работа конкретная. То есть вот сейчас, например, мы делаем медицинский симулятор. На этом симуляторе должны, по идее, тренироваться врачи-хирурги, молодые. Молодого специалиста выбрали не на Олимпиаде. Есть и еще один способ – брать кураторство над талантливыми студентами. Руководство компании признается – ждать, когда лучшие придут сами – некогда. Могут перехватить конкуренты. Айтишников в Самаре ищут в госуниверситете, в политехе и институте связи. В аэрокосмическом. Что факультет аэрокосмического университета? С этим институтом, с этим университетом нас связывают большие связи, и творческие в том числе, и партнерские отношения. Мы практикуем уже не первый год стажировки молодых сотрудников с последних курсов. А дальше для компании главное – специалиста удержать. Проверенный способ – зарплатой. К слову, средний доход айтишника в регионе – 50 тысяч рублей. Правда, конкуренты не дремлют. Могут предложить и больше. Чаще остального на этой неделе говорили и о космосе. Но и понятно, достаточно посмотреть на календарь. Дата 12 апреля. Самара вспоминала этот месяц 1961 года как участник событий. Ракету у нас собирают с 59-го, от знаменитой Королевской Семерки до последних модификаций Союза. В регионе больше чем за полвека стали не только производить собственные материалы, делать из них комплектующие для космической техники, но и учить тех, кто умел бы это делать. И все же что-то мешает быть первыми. Современное производство без высоких технологий невозможно. А у нас между наукой и реальностью порой космические расстояния. Промышленное прошлое региона было героическим. Будет ли таковым будущее? Нина Ванина. Санаторий «Волга» – закрытый военный объект. Но сегодня для нашей съемочной группы ворота открыли, чтобы показать корпус, ставший легендой. Здесь в марте 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин отдыхал перед своим полетом в космос. Сейчас, спустя полвека, казалось бы, уже ничего не напоминает о том событии. Сосны стали выше, а перед входом установили памятную табличку. В символическом месте мы встречаемся с Георгием Фоминым. Про гагаринский старт он знает не понаслышке, видел своими глазами. В итоге стал не просто очевидцем, создателем новейшей космической истории. Всю жизнь на ЦСКБ «Прогресс», половина из которой бок о бок с генеральным конструктором Дмитрием Козловым. Того в 1959 году Сергей Королев делегировал в Куйбышев поставить на поток производство Р-7. В апреле 1961 года та самая Р-7 должна была стартовать с Байконура. Примерно в это же время с космодрома планировались запуски четырех ракет. О том, что в одной из них полетит первый космонавт, знали единицы. Мы, несмотря на то, что дружили с работниками КБ-1, мы не знали, что будет запускаться человек. Очень даже секретно было. В тот самый день, 12 апреля, приказано было рабочие места оставить, выйти на пригорок и смотреть в сторону стартовой позиции. Ракета взметнулась. Полетела, мы ее проводили. Прошло еще минут, наверное, 10-11, 12, может быть. Нас опять построили. И тут командир части объявил, что на орбиту выведен космический корабль с человеком на борту Юрием Алексеевичем Гагарином. И, конечно, я понимаю, что это было очень такое важное для того времени дело, которое, можно сказать, без громких слов, обеспечило мирное небо над головами. На Запад всегда оглядывались, сравнивали. Часто в свою пользу. Но были и крупные промахи. За них расплачиваемся по сей день. Знаменитый ракетный двигатель НК-33. В конце 80-х проект по неясным причинам закрыли, все оборудование уничтожили. Американцы, когда двигатель попал к ним в руки, заявили, такое просто невозможно было сделать. В феврале этого года американская ракета «Антарес» с модифицированным НК-33, собранным в Самаре на заводе «Кузнецов», успешно прошла испытание. Первый запуск уже 17 апреля. Российский «Союз-2.1В» с другой модификацией того же двигателя в разработке. А серийный выпуск НК-33 и его модификация НК-33А вообще только в планах. Мы провели все окорские работы в рамках совершенства этого двигателя. Провели межвездные испытания. В настоящее время готовятся огневые стенды испытаний в Загорске, вниз РКП. После которых мы должны выйти на начало летных испытаний «Союз-2.1В» с нашим двигателем. Запуск назначен на осень этого года. Конкурировать с американцами становится все сложнее. Не отстает Европа, напирает Китай. Отечественное ракетостроение должно оставаться конкурентоспособным. А регион больше и лучше работать на внутреннюю экономику. Отмечает губернатор Николай Меркушкин, когда поздравляет работников космической промышленности с профессиональным праздником. Не пополняем срок, то, которое было налечено по заказу, потому что нет комплектующих, нет того, чтобы в полном объеме сделать вовремя качественно тот аппарат или то изделие, которое нужно сегодня в вооруженной системе. И здесь, конечно, очень много нам предстоит работы. Тем, кто это многое уже сделал, аплодирует сегодня ветеранам космической промышленности. Специальные награды от губернатора лично в руки. Поздравления принимают целыми космическими династиями. У кого-то общий стаж работы в отрасли 120 лет. Есть и такие, у кого 500. Люди, которые на самом деле создавали ту историю, в которой можно копиться. Спасибо вам. С праздником вас. Успехов. Добра и счастья. Опыт старшего поколения актуален до сих пор. В СГАУ есть разработка для того самого НК-33. Напыление в разы улучшающее характеристики металла. Изобрели его еще в 60-х при участии Николая Кузнецова. Правда, во времена перестройки секретную разработку свернули. Да так далеко, что развернуть не могут до сих пор. Инновационная научная сфера, непаханное поле. Кроме идей и энтузиазма здесь нужны солидные финансовые вливания. Мы планируем создавать два инженерных центра. Один под автомобильный кластер, второй под аэрокосмический кластер. Оба центра призваны работать на потребителя. То есть, с одной стороны, обеспечивать мировой уровень инновационных инженерных разработок. С другой стороны, максимально сделать мост в коммерциализации тех технологий. То есть, максимально приблизиться к потребителю. Мы работаем над перспективными проектами. Вы знаете, космодром Восточный. И в 2015 году мы должны обеспечить первую пусковую кампанию. И, конечно, у нас не права нет никакого сорвать этот значимый проект и в политическом отношении, и в таком интересе космической общественности. С Восточного первыми в космос отправятся три модификации ракеты-носителя «Союз». 2-1А, 2-1Б и 2-1В. На них делают ставку современная космическая промышленность. Точки над «И» пока расставлены только в этих темах. Дальше больше. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова